С 1 сентября экзамены на водительские права будет сдать сложнее. МВД России внесло изменения в регламентах сдачи. В теоретической части сохранится возможность ошибиться в двух из 20 вопросов, однако тогда придется ответить еще на пять дополнительных. Иван Клима потребовал от Владимира Путина пересмотреть вопрос о повышении цен на проезд в Казань. Председатель Татарстанского отделения Трудовой партии России требует создать согласительную комиссию заново, а расходы транспортников компенсировать за счет зарплат чиновников. Сетевой этап чемпионата Junior Skills пройдет в набережных Челнах. 22 команды ребят в возрасте с 10 до 14 лет со всего Татарстана будут бороться за звание лучших в трех номинациях – нейропилотирование, лазерные технологии и электроника. В Казани стартует конкурс «Мой любимый экспонат». Цель соревнования – расширение кругозора учащихся и развитие интереса к естественным наукам. Для участия в конкурсе необходимо в творческой форме рассказать об экспонате музея «Естественные истории Татарстана». Зону платной парковки в центре Казани расширят еще на несколько улиц. Исполком города распорядится создать 22 новых участка общей вместимостью в 562 места. Парковки будут работать с 7 до 9 часов вечера. Оплата для автомобилистов составит стандартно 50 рублей в час. Ралли «Шелковый путь-2016» пройдет через Казань. Старт международной гонки состоится 8 июля на Красной площади в Москве, а завершится 26 июля в центре Пекина. Общая протяженность трассы – 8,5 тысяч километров. Маршрут пролегает через три страны – Россию, Казахстан и Китай. Первый спецучасток будет Казань, набережные Челны, Уфа. Казань будет бороться за право принять летние Олимпийские игры. Об этом заявил мэр города Казани Ильсур Медшин. По его словам, инфраструктура города позволяет принимать соревнования любого уровня, включая Олимпийские игры. Представители Крыма пройдут повышение квалификации в Казанском федеральном. С 28 марта по 2 апреля главы сельских поселений и работники структурных подразделений органов местного самоуправления будут бороться по программе эффективное управление в системе муниципальной службы. Казанский университет готов начать подготовку специалистов по исламскому банкингу. КФУ станет первым вузом в России по подготовке специалистов в области исламского банкинга и финансов. Утверждена дорожная карта по развитию партнерского банкинга в России. На третьем заседании рабочей группы утвердили дорожную карту по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых условий Российской Федерации на период 2016-2017 годов. Казанский федеральный университет представил доклад о научно-образовательных компонентах развития данного направления. В Татарстане запущена масштабная образовательная программа повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Татарстане на 2016-2018 годы. Старт программы был дан 24 марта на семинаре в Казанском федеральном. До 26 марта на семинаре в Куфу пройдет работа в секциях по вопросам опыта выполнения мероприятий по повышению финансовой грамотности. Акция «Большое советское кино» состоялась в Казани. Более ста студентов города пришли в Куфу, чтобы послушать лекцию об особенностях советского кино и поучаствовать в викторине на здании советского кинематографа. Куфу посетили представителя компании «Биокат». В ходе своего визита они познакомились с разработками химического института имени Булерова. Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство и продвижение лекарственных средств в перспективе сотрудничества с Казанским федеральным. Куфу – единственный участник проекта 5100, вошедший в предметный рейтинг QS-лингвистика. Вхождение Казанского федерального университета в предметный рейтинг QS-лингвистика является результатом длительной целенаправленной системной работы, нацеленной на успешную реализацию программы повышения конкурентоспособности Куфу. Продолжение следует... Продолжение следует...